Всем привет! С вами Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. В этом видео хочу уделить внимание стразовым цепям. Что из себя представляют эти цепи? По сути, это кристалл, закрепленный, находящийся в металлической оправе. Бывает иногда в пластмассовой, но я буду вести речь сегодня непосредственно о металлической оправе. И потом все эти кристаллы соединяются между собой либо металлическими перемычками, либо крепятся на одну общую цепь, вот как здесь. Приобретая подобный вид декора, вы должны помнить о том, что если вы выбираете бюджетный вариант, то есть тот декор, который стоит подешевле, он достаточно быстро меняет свой оттенок на желтоватый, и потом на совершенно темный. Какие из этих видов металла темнеют быстрее? На белом металле, то есть под серебро, который идет, вот эти проявления, потемнения всевозможные, они проявляются раньше, потому что в первую очередь металл начинает желтеть. Желтое на желтом, сами понимаете, никакой проблемы не составляет. То есть срок эксплуатации у желтого металла намного дольше. Для того, чтобы продлить еще больше подобный декор, его следует хранить до того, как вы пришьете на платье, в пленке. Собственно говоря, в пакете, который плотно запечатывается или закрывается на застежку. И в общем-то в таком виде у вас этот декор должен храниться, но если вы хотите, чтобы он как можно дольше послужил. Когда, например, я пришиваю уже на готовое изделие подобные стразы, причем неважно, это стразовая цепь или просто отдельные камешки, как я уже сказала, отдельные стразы, то есть любой декор, в котором есть металлическое оправа. Сейчас положу еще несколько вариантов. Его существует на сегодняшний день подобного декора достаточно большое количество разновидностей. И в общем-то, как я возвращаюсь к тому, что я хотела сказать, когда уже пришит декор на изделие, то есть на пояс или на бретель, сверху я покрываю также защитной пленкой. Выбираю привлекательную для глаз пленку прозрачную, для того, чтобы не испортить товарный вид. И в общем-то в таком виде храню до примерки, до продажи. Пришел клиент, распаковали, и в общем-то невеста наслаждается выбранным ею нарядом. До этого момента все я храню в чехлах. Все запечатанное должно быть, то есть контакта с воздухом как можно меньше. Если я этого не сделала, очень может быть, что оправа металлическая потемнеет гораздо раньше, чем я его продам. Поэтому имейте это в виду. Еще один важный момент. Например, вы хотите декорировать две бретели подобной стразовой цепью. На одну примерку подготовили одну бретельку, вторая лежит в упаковке. Вот если будет так, если пролежит в упаковке вторая бретель достаточно долго, ну как долго, даже бывает недели достаточно, уже непосредственно к моменту, когда невеста забирает готовое изделие, можно будет заметить, что оправа одной цепи на одной бретельке темнее, чем другая. Поэтому имейте это в виду. Особенно если к вам приходят сшить изделие заранее, за месяц, допустим, бывает и за два, и за три, и за четыре месяца до торжества заказывают и приносят уже готовый декор, даже вы сами его не покупали. Бывают различные ситуации, поэтому вот эти моменты нужно учитывать. То есть сразу весь декор, либо сразу весь декор пришивать на платье, и платье плотно упаковывать, либо хранить отдельно декор в чехлах. Вот, как бы это такие мои рекомендации. И помните о том, что здесь присутствуют металлические зубцы на каждом стразике. Они бывают иногда острыми. Чтобы ваш клиент не травмировался, проверьте, во-первых, рукой. Если никаких неприятных ощущений не возникает, можете смело пришивать где угодно. Если все-таки вы ощущаете, что камни острые, значит, надо пришивать от бретели до бретели. Под руками таких камней не должно быть, потому что, повторюсь, возможно травмирование. Так что имейте это в виду. Еще один момент. Очень часто вижу подобные стразы применяют, стразовые цепи, вернее, применяют на шифоновых платьях. Вот здесь нужно быть очень осторожными. Если юбка из шифона, или тем более очень много вариантов, и юбка, и корсет декорирован драпировками из шифона, и еще вот на бретелечке нашиты вот такие камешки, очень легко можно зацепить усиком за волокно вашего материала и вообще испортить вещь. Поэтому я давно уже не экспериментирую с такими вещами. Если я работаю с шифоном, с органзой, с шелком, с атласом, с материалом, который... Ну, не все виды атласа, но некоторые из них достаточно хрупкие. И поэтому очень легко можно сделать стрелку, очень легко можно сделать дефект материала, и, в общем-то, вещь такая уже никому не будет нужна. То есть нужно будет либо ремонтировать, либо, в общем-то, повесить и забыть об этом платье. Все хотят для ярких торжеств идеальную работу, идеальный результат. Я думаю, это нормально. Возвращаюсь к тому, что я говорила. Моя рекомендация по поводу шифона. Если нужны стразы, используйте термостразы. То есть я использую именно термостразы, формирую из них какой хочу рисунок, какого хочу размера такого и приобретаю, от самых меленьких до самых крупных. И, в общем-то, никаких проблем, никаких дефектов здесь не возникнет. Но бывают ситуации, как я уже сказала, что клиент принес, и клиент хочет, чтобы вот этот декор, именно тот, что он купил, присутствовал на платье. Если вы можете гарантировать хороший результат, и вы готовы взять на себя подобную ответственность, берите. Если же вы понимаете, что результат может быть плачевным, хорошенько подумайте, нужно ли вам это, или, может быть, стоит все-таки клиенту объяснить, почему подобный декор применять не стоит. Я думаю, что разумный человек согласится с тем, что если есть проблема, то проблема есть, ее нужно устранять. На этом все. С вами была Алена Пекур, дизайнер наряда для торжеств. До встречи в новых видео.